Привет, друзья! Вы на канале MyGadget. Работать хорошо, а хорошо работать ещё лучше. Но часто для этого нужен достойный ноутбук. А если получится найти модель с крутыми характеристиками, которая стоит до 30 тысяч, это вообще счастье, удача и находка года. В этом видео мы собрали 5 ноутбуков для работы и учёбы. Они смогут удивить качеством и, самое главное, доступной ценой. Смотрите ролик до конца, чтобы найти идеальный вариант и использовать его преимущества для своих задач. Ноутбук-трансформер Novi C M1. Цена на момент записи видео – 29 990 рублей. Начнём с компактной модели в металлическом корпусе толщиной всего 12 мм. Ноутбук, который может стать планшетом и наоборот. Весит почти как пёрышко чуть больше килограмма. Сенсорный экран 11,6 дюймов с матовым покрытием и функция поворота на 360 градусов подойдёт для разных ситуаций. Можно делать уроки, работать с документами, презентовать проекты и участвовать в видеоконференциях. Хорошее разрешение в дуэте с IPS-матрицей даёт чёткую яркую картинку. При этом у модели стандартная частота обновления экрана в 60 Гц. Этого хватает, чтобы плавно отображать видео и графические элементы. Клавиатура с русско-английской раскладкой, но без подсветки. SSD-накопитель на 512 ГБ позволяет устанавливать и быстро запускать нужные программы и приложения. А благодаря процессору Intel Pentium Silver N6000 оперативной памяти в 16 ГБ ноутбук прекрасно себя чувствует в режиме многозадачности. Но при этом может нагреваться. Есть сканер отпечатков пальцев, поэтому никто раньше времени не сможет совать любопытные носы в ваши проекты. С двумя портами USB, одним mini HDMI и Bluetooth-модулем можно подключать нужные устройства. Слот для карты памяти тоже обычно не остаётся без дела. По заверениям производителя, модель держит заряд 7 часов, но если всё-таки ноутбуком пользоваться, то по факту 2-3 часа. В комплекте не только Windows 10 Pro, но и мышка, стилус и рюкзак, чтобы носить дела с собой и работать в любом месте. Кликнем на плюсы и минусы ноутбука. Плюсы. Лёгкий, компактный, трансформер, металлический корпус, есть операционная система, сенсорный экран, SSD на 512 ГБ и хорошая комплектация. Ну а минусы. Клавиатура без подсветки, сильно нагревается, нет камеры и заряда хватает на 2-3 часа. В общем, Novi CM1 это лёгкая компактная модель, которая может быть как ноутбуком, так и планшетом. А на четвёртом месте нашей подборки стильный офисный ноутбук, который летает, если не перегружать. Ультрабук GCL. Цена на момент записи видео 27100 рублей. Модель, которая поможет не только работать и учиться, но и отдыхать. Экран в 14 дюймов с антибликовым покрытием и неплохим разрешением позволяет печатать, серфить в интернете и смотреть фильмы. Частота обновления 60 Гц. Этого за глаза хватает для ежедневных задач. Энергоэффективный процессор Intel Celeron N4020 отвечает за достойную производительность. SSD на 128 ГБ и оперативной памяти 8 ГБ хватает для работы и учёбы. Приложение и программы ноутбук запускает достаточно быстро. В корпусе есть все стандартные интерфейсы. Два USB, HDMI, разъёмы для наушников и зарядки и слот для карты памяти. Производитель уверяет, что в автономном режиме ноутбук работает до 7 часов. Есть камера, русско-английская клавиатура без подсветки и предустановленная Windows 10 Pro, а ещё мыши-чехол в комплекте. Теперь давайте посмотрим на встроенные плюсы и минусы модели. Лёгкий, компактный, есть операционная система, долго держит заряд и цена. Ну а из минусов, он нагревается, SSD всего лишь на 128 ГБ и клавиатура без подсветки. G-Cell это достаточно шустрый ноутбук, который удобно носить в рюкзаке и можно долго не подзаряжать. Скоротать вечер за ноутбуком самое то после напряжённого рабочего дня. Можно посмотреть новую серию сериала или зарубиться в любимую игру. Но домашние дела тоже никто не отменял. Особенно это касается уборки. Как раз с ней поможет вертикальный пылесос Jengsi M1. Он прост в управлении, здесь всего одна сенсорная кнопка на ярком экране. Высокая мощность всасывания в 360 Вт, большая колба 0,8 литра и почти десяток насадок в комплекте выгодно отличают Jengsi от конкурентов своей ниши. В турбо режиме он работает до 15 минут, а значит можно быстро и наверняка расправиться с пылью и вернуться к просмотру кино или игре. Заказывайте по ссылке в описании. Ну а мы двигаемся дальше. Ну а теперь переходим к третьему месту. И здесь сегодня модель с большим экраном и объёмом памяти. Ноутбук V16 Pro. Цена на момент записи видео 26700 рублей. Модель в тонком металлическо-пластиковом корпусе с подсветкой клавиатуры. На экране в 15,6 дюймов приятные работу делать и сериалы смотреть, потому что благодаря TN-матрице картинка чёткая, без ореолов и размытия, а с матовым покрытием точно не будет бликов. SSD на 512 ГБ и оперативка на 16 ГБ — это бесперебойный отклик на задачи, даже если их много. Процессор Intel Celeron N5095 здесь тоже не для красоты. У него важная миссия — обрабатывать большие объёмы данных. Есть сканер отпечатков пальцев, так что все документы, таблицы и фотографии со свадьбы останутся под защитой от сглаза. Нужны разъёмы и слот для карты памяти тоже в наличии. Клавиатура с отключаемой подсветкой и русско-английской раскладкой освободит от преждевременного изучения китайских иероглифов, а силиконовая накладка позволит нажимать на клавиши мягче и тише. Ещё в комплекте есть беспроводная мышка. У этого ноутбука есть Windows 10 Pro и камера, а батареи хватает на 6-8 часов автономной работы. Давайте теперь включим сканер плюсов и минусов модели и посмотрим на них поближе. Плюсы. Лёгкий, есть операционная система, русско-английская клавиатура, беспроводная мышь, силиконовая накладка, большой экран, мышь в комплекте, SSD на 512 гигабайт и цена. Но из минусов ноутбук долго заряжается. V16 Pro это бюджетный ноутбук с крутыми характеристиками, который может приятно удивить и студентов, и офисных работников, и домохозяек. А серебро сегодня у модели от производителя с мировым именем. Ноутбук Lenovo IdeaPad 1. Цена на момент записи видео 29 200 рублей. Модель с веб-камерой стандарта HD и хорошим звучанием. 15,6-дюймовый Full HD экран с антибликовым покрытием позволяет работать даже при ярком освещении. А благодаря матрице IPS с широким углом обзора картинка получается яркой и контрастной. С веб-камерой HD во время видеозвонков можно смотреть не на экран с квадратиками, а на реальных людей, потому что изображение высокого качества. К тому же есть защитная шторка, поэтому можно больше не заклеивать камеру пластырем и жить без слежки. С процессором Intel Celeron N4020 ноутбук подходит и для работы, и для развлечений. Но в пиньяту им играть не стоит. SSD 256 гигабайт и оперативная память 8 гигабайт. Этого хватает на повседневные задачи без супер-ожиданий. Офисные программы и интернет будут быстро запускаться и стабильно работать. 5 выходов USB и по одному HDMI и комбо для наушников или микрофона, чтобы расширить возможности ноутбука. Модель поддерживает карты памяти формата SD, а стереодинамики технологию Dolby Audio, поэтому выдают насыщенный звук. Есть поддержка быстрой зарядки, а запаса аккумулятора хватает почти на 11 часов, в течение которых так приятно работать с русско-английской клавиатурой. А теперь сместим угол обзора на плюсы и минусы модели. Плюсы. Легкий, большой экран, производитель, HD-камера со шторкой, русско-английская клавиатура, технология Dolby Audio, долго держит заряд и 5 USB-выходов. Ну а из минусов здесь нет операционной системы и клавиатура без подсветки. В общем, Lenovo IdeaPad 1 от слежки защитит и в работе поможет и в развлечениях поддержит. Ссылку на Lenovo оставили в описании. Ну а золотой призер нашей подборки – компактная модель от российской торговой марки. Ноутбук E-Chips Next. Цена на момент записи видео – 27 900 рублей. Адаптированный под российский рынок ноутбук с конструкцией, как у любимых мировых брендов. Экран 15,6 дюймов с матовым антивликовым покрытием, чтобы работать даже под палящим солнцем и той самой пальмой, которой грезят многие фрилансеры. Разрешение Full HD и IPS-матрица это угол обзора в 178 градусов, естественные цвета и четкое изображение. Можно легко нырять фильмы про успешный успех. Создан накопитель 512 гигабайт и 12 гигабайт оперативной памяти позволяют загружать все программы и приложения без задержек. Даже если откроете много вкладок, производительность не пострадает. К тому же, хватит места для большого количества файлов. Процессор Intel Celeron N5095 делает ноутбук универсальным, поэтому можно сидеть в интернете, смотреть видео и работать с офисными приложениями. Есть нужные разъемы, Bluetooth, Wi-Fi, а еще полноразмерная русско-английская клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, чтобы ни в чем себе не отказывать. А с датчиком отпечатка пальца можно не переживать о безопасности данных. Ноутбук весит всего 1,5 кг, поэтому его удобно брать с собой куда угодно. А еще эту модель можно открывать на 180 градусов и делать вид, например, что читаете книгу. Модель с предустановленной Windows 11 Pro и камерой. Батареи хватает на 4 часа работы, а в комплекте у него только зарядное устройство, если не считать инструкции и гарантийного талона. Ну а теперь пора посмотреть, какими плюсами и минусами оснащен e-chips Next. Плюсы. Компактный, легкий, быстро работает, большой экран, есть операционная система, SSD 512 гигабайт, русско-английская клавиатура и подсветка клавиатуры. А минусы. Держит заряд до 4 часов и камера снизу. e-chips Next это достойный бюджетный ноутбук с параметрами, как у моделей от HP, Acer и других популярных брендов. Определенно оправдывает свою стоимость. Ну а на этом всё. Теперь вы знаете, что доступные ноутбуки с достойными характеристиками для работы существуют и сможете выбрать подходящую модель. Все ссылки из топа оставили в описании. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные видео и помните, MyGadget плохого не посоветует. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok